Здравствуйте! В эфире программа «Главный герой». Наша тема сегодня – «Общество и власть. Открытый диалог». А у нас в гостях исполнительный директор Национального фонда социальных инициатив, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Евгений Левашов. Женя, здравствуй. Здравствуйте! Пока выговоришь все должности, уже программа пройдет. Но все-таки больше ты про общество у нас и социальный предприниматель. Много проектов я знаю лично о многих твоих проектах. И с недавнего времени ты член регионального штаба УНФ. Тебе для чего это вообще нужно было? Ну, может, по порядку социального предпринимательства, если начнем, то здесь можно было бы поговорить о чем? Что такое социальное предпринимательство вообще? Что такое социальное предпринимательство? Мы понимаем. Ну, это мы понимаем с тобой. Но на сегодняшний день, несмотря на то, что уже достаточно долго в России продвигается, это понимание, это деятельность, но далеко не все понимают разницу между социальным предпринимательством и благотворительностью. Благотворительностью это одно. А есть еще бизнес в социальной сфере. Социально ориентированный бизнес. Но я бы охарактеризовал социальное предпринимательство вот очень просто двумя словами. Это благотворительность, которая себя окупает. Да, да, да. И всегда во главе этого предпринимательства прежде всего лидер. То есть человек, которого в спину толкать не надо. Как любое предпринимательство? Но он решает социальные проблемы при помощи бизнес-подходов. Вот. И именно с социального предпринимательства началась моя деятельность, как ты сказал, да? Да. Но потом она... Результат мне... Вот недавние изменения в твоей жизни, когда ты вошел в штаб, и я знал это с первого дня, и ты мне звонил, и мы общались, разговаривали, много-много публиковали, и будем публиковать. И для чего все-таки? Зачем штаб? У тебя и так много общественной нагрузки. Это же общественная организация. Да, да, да. Там не платят заработную плату. То есть вот смысл какой твоего нахождения там? Что ты хочешь этим сказать? Что ты хочешь этим? Ну, вообще меня пригласили туда. Вот. Вначале, как ты правильно сказал, я занят, да, и не совсем понимал, зачем мне еще одна нагрузка дополнительная, общественная. Но когда более подробно познакомился с деятельностью, вот, то... Фронта? Фронта, да, народного фронта, то принял решение, что я все-таки войду в штаб. Вот. И сегодня я понимаю, что это еще один дополнительный инструмент для как раз конструктивного диалога с властью. Потому что, как ты вот, про социальное предпринимательство мы говорили, оно возможно только при взаимодействии с властью, да, и эффективно предпринимательство социально будет развиваться только вот на условиях государственного частного партнерства. Но, к сожалению, как мы вначале говорили, не всегда власть слышит. А на сегодняшний день существует уже определенное законодательство, которое направлено на поддержку развития социального предпринимательства. И вот при помощи как раз вот общенародного фронта... Ну, я понял, что он в большей степени нужен для того, чтобы получить больше возможностей для того, чтобы решать вот эти вот самые социальные вопросы, социальные проблемы какие-то, да, как дополнительный, может быть, рычаг воздействия или возможности там проконсультироваться, там наверняка специалисты есть, или какие-то возможности, чтобы власть услышала и как-то пошла навстречу. Правильно я понимаю? Ну, в рамках социального предпринимательства, наверное, да. Но вот тут нужно... Я бы не делал на этом акцент, потому что все-таки основная задача Обсероссийского народного фронта – это мониторинг майских указов президента. Это реакция на те сигналы, которые поступают от населения, от активистов снизу, и это незамедлительная реакция на те публикации, которые появляются в СМИ. Это основная задача. Вот. Ну, я понимаю, что... Нет, я-то слежу за этой работой, самофронт, как вся страна за ним следит, да, это, в общем-то, берутся какие-то темы резонансные, актуальные, дороги, та же доступная среда. И вот, кстати, у меня вопрос много раз обсуждали. Теперь коротко мы, может быть, скажем в эфире по доступной среде. Ты бизнесмен, ты социальный предприниматель, ты инвалид. И, в общем, ты со всех сторон, эта проблема, она тебя касается. И от многих бизнесменов лично я слышу, что, ну, обязательно вот оборудование доступной средой, да, пантусами, вот этими всеми историями, это, в общем-то, задача государства. Они и так платят деньги. Твое мнение на этот? Можно ли заставить бизнес? Можно ли вменять ему в обязанность оборудовать? Если, допустим, ну, как бы это цинично не звучало, но бизнес, он все-таки существует для того, чтобы зарабатывать деньги, платить налоги, государство. Государство потом содержало социально незащищенные свои населения, да? Вот это основная функция предпринимательства. Если инвалид не попадает или какая-то группа не попадает в целевую аудиторию этого предпринимателя, почему он должен строить эти вещи? Почему он должен обеспечивать доступную среду? Для чего? Я тут, ну, можно о чем поговорить? О том, что бизнес бывает разный. Ты с двух сторон, да, с двух сторон, да, да. И с двух сторон я сейчас попытаюсь рассказать свою точку зрения. Бизнес бывает разный. Большой бизнес, средний бизнес, да, малый бизнес и микробизнес. Если говорить о большом и среднем, то здесь доступная среда может быть для них, ну, скажем так, дополнительным социальным маркетингом, да, либо, ну, в рамках корпоративно-социальной ответственности они могут позволить себе реализацию, вот, ну, подключение. Могут позволить и вменять это разные вещи. Да, абсолютно верно. Конечно, вменять ни в коем случае нельзя. Тут я тоже слышал неоднократно мнение предпринимателей, что действительно мы платим налоги. Платят налоги многие, Женя, на самом деле ты знаешь таких людей. Многие предприниматели в Омске, многие предприниматели, мы знаем очень много таких примеров. К сожалению, не всегда они дают согласие называть их имена, но они очень много помогают. А тут еще одна нагрузка. Да, вот действительно для малого бизнеса, для микробизнеса это действительно нагрузка. А если это даже вот, как люди называют себя предпринимателями, а по сути это просто самозанятость, да, и доход такого предпринимателя там, ну, максимум 50 тысяч рублей в месяц чистой прибыли, то, конечно же, заставлять его, вменять ему вот эту вот организацию доступной среды, а иногда у него даже целевой аудитории такой нет, которая бы вот, она посещала его благодаря доступной среде. Конечно, для него это будет тяжело, ему проще закрыться и все, если его за это еще накажут. А наказывают? Могут наказать? Ну, я не готов прямо в эфире об этом сказать, но я знаю, что предписание прокуратура делает сейчас уже. То есть на сегодняшний день государственные учреждения уже обязаны быть оборудованы доступно. Государственные учреждения это другая история совсем. И к этому хотят подвести. И коммерческие. Ну вот, пока эта информация недостоверна, я еще не проверил, но я уже слышал об этом, что вот начинают делать паспортизацию объектов, то есть будет карта такая, да, она уже есть, эта карта, скоро она опубликуется как приложение, может быть, как вот, где отмечаются доступные объекты. Отмечаются они в соответствии с паспортизацией объекта. Для государственных обязательно, для коммерческих рекомендуют. Ну и, видимо, следующий шаг будет, когда уже будет понятно, какие объекты доступны, какие нет, там уже пойдет речь о том, что они должны быть оборудованы. Вы обязательно поняли. Да, но вот здесь, как ты правильно сказал, предприниматели платят налоги. Платят налоги простые служащие, рабочие, которые получают зарплату со своей зарплаты. Ну, за них работодатель платит у нас, но они платят, да. И мы понимаем, для чего создается изначально, создавалось, наверное, когда-то давным-давно государство или власть. Да, то есть ты редактор, я предприниматель, мы занимаемся своими делами, но мы знаем, что если мы заплатим налоги, то мы должны быть спокойны о том, что социальная инфраструктура развивается. Потому что ни ты, ни я этим не занимаемся, но мы готовы заплатить налоги. Просто некоторые предприниматели не понимают, зачем у них берут налоги. Судя по тем дорогам, какие мы видим, судя по снегу, то понятно, почему они не понимают. Но в большинстве случаев это все-таки ментальность людей, которые думают, что вот государство с нас берет, там и так далее. Но если государство не будет брать, то социальная сфера вообще будет разрушена. Если государство не будет брать, как оно будет жить, там еще в социальной сфере есть понятие обороноспособности. Да, да. Этим же мы не будем этим заниматься. Нет. На эту функцию берет на себя власть. Нет, я понимаю, за что мы платим. Да, да, да. Вот лично я понимаю, за что мы платим. Поэтому, конечно, вопросы возникают, что если мы все исправно платим налоги, то почему еще нам вменяют или там заставляют что-то делать? Хорошо было бы, вот как сейчас появились после всей шумихи, талоны на вывоз снега. Вот если бы малому бизнесу или микробизнесу как-то возмещали бы... А не возмещают? Но... Ходили случаи, что бывает... Да, то есть там не все просто. Вот как это сделать просто? И как, может быть, поставить какую-то задачу, чтобы это все-таки, чтобы было просто? Потому что я слышал, что по благотворительности будут... Ведь благотворительность тоже, она жестко регламентируется законом. Ты часть благотворительности можешь относить на себестоимость, а часть ты должен обязательно платить из чистой прибыли. И эти пропорции, они намного меньше, чем в той же самой Европе, которая социально более ориентирована. Если брать пропорции, допустим, сколько в Германии платится, как содержится социальная сфера, то там 75% это пожертвование коммерческих структур. И только 25% это поддержка государства. То есть в Германии не низкие налоги, там они выше, чем в России. И при этом люди еще продолжают жертвовать. А почему? Потому что таким образом, они же считают деньги, потому что таким образом они увеличивают свою себестоимость и снижают налогооблагаемую базу налогов на прибыль. А у нас нет экономических инструментов. И если человек хочет... Ну, получается парадокс. Если человек хочет помочь и, допустим, какие-то решить социальные вопросы не своего коллектива, а глобально, более глобально, там, какой-то локации или региона, да, то он может заплатить вот столько-то денег, немножко, там, на самом деле, по сути, копейки. И ему простит государство, и он не заплатит налог на прибыль. А парадокс заключается в другой части. Когда он хочет заплатить больше, да, он вынужден сначала заплатить налог на прибыль. И потом с оставшейся суммы, то есть он платит государству за то, что он... Вот ведь в чем парадокс. Он платит государству за то, что он помогает людям. И, на самом деле, отсюда много частных пожертвований, отсюда люди еще не хотят называть свои имена и афишировать как-то, да, потому что они делают это как-то мемокассы, грубо говоря. Вот как-то эта ситуация собирается меняться, и что-то, может быть, будет предпринято, или что ты считаешь, можно предпринять? Здесь может высказать... Ну, на сегодня один инструмент – это благотворительные фонды. То есть через фонды, когда ты занимаешься благотворительностью, то ты уходишь от этих затрат. И вот если, опять же, к доступной среде прийти, да, если вот малый предприниматель из сектора малого бизнеса организовал входную группу, там, оборудовал, да, в соответствии с доступной средой, подал расходные документы, может быть, раз, ему и скидки на налоги какие-нибудь сделали, да, к примеру. Но сейчас не делают. То это было бы правильно. Сейчас есть очень хорошие мысли и идеи у общественности, у организаций, которые занимаются вот именно доступной средой, мониторингом доступной среды. Есть хорошие идеи и мысли у профильных министерств, то есть у Минтруда, в частности, у некоторых специалистов. Но пока не хватает законодательной базы для внедрения этих изменений. И вот мы сегодня планируем провести круглый стол для того, чтобы судить, что нам совместно сделать такого, чтобы все-таки получить сверху разрешение на изменение законодательной базы для того, чтобы вот успешно реализовывать вот эти проекты, чтобы все-таки договориться, как вот мы будем облагораживать наше общество. И делать вообще и доступную среду, и так же много очень вопросов этих социальных, которые можно будет закрыть, если государство пойдет навстречу тому же социально ориентированной части общества. Мы же понимаем, что в Советском Союзе не было ни инвалидов, ни пожилых людей, ни людей с колясками, которым нужна эта доступная среда. То есть поэтому мы сейчас вот только-только на пути вот совсем два года, кажется, да. Я сейчас цифры не надо будет публиковать, когда вот на доступную среду закон вступил в силу. А я не знаю даже, я, если честно, я-то с этим вопросом как бы сталкиваюсь тоже не так часто. Я много про это пишу и про парковки, ты видишь, да. Но это больше благодаря тебе, то есть вот когда я... Есть специалисты, мы их можем с ними выходить на связь, то есть если что надо спросить, набираем, звоним, то есть все предоставляют, все данные, кто этим занимается. Просто все в голове сейчас не удержишь. Недавно опубликовал ты статью и была история, я ее знаю очень хорошо, читатели тоже, что ты одно время пытался получить помещение, очень долго ходил по кабинетам, прямо это больше года продолжалось. И помещение для реабилитационного клуба, да, на которое часть денег ты выделяешь собственные, там твои друзья помогают тебе, там и так далее, и так далее. И нужно было от власти только помещение. И в результате хождения ты человек, в общем, который редко очень устает, во всяком случае, этого не видно, да, ты сказал такую фразу, что я устал ходить по кабинетам, я буду делать все сам, я там давай подключим, ну ко мне в частности обратился, давай подключим там наших друзей, у нас их много, они помогут и они сделают. И вот здесь вот у меня вся коварность вопросов в том, что, ну, понятно, ты устал, я знаю весь твой путь, и я вполне возможно озвучу потом фамилии тех людей, и как бы, ну, от себя уже лично, и как бы, но ты не считаешь, что правильнее все-таки дойти этот путь до конца и по кабинетам, и все-таки добиться результата, потому что, может быть, ты таким образом откроешь дверь и, ну, и как-то для других людей, или все-таки пускай другие этим занимаются. А путь мы этот дойдем до конца, только уже немножко в другом качестве, потому что все-таки пусть каждый занимается своим делом, да, то есть на следующем этапе уже пойду не я, а пойдет юрист подготовленный, который умеет ходить по этим кабинетам и ходить правильно, да, потому что я-то все-таки пытался построить партнерские отношения, в принципе, отношения построить, да, то есть даже имея хоть поручение, но некоторые формальности я просто не соблюдал, и благодаря чему как раз я получил кучу отписок и так далее. Вот, но сейчас на следующем этапе все-таки вот есть уже человек, который заряженный, который пойдет по этим кабинетам для того, чтобы все-таки хоть как-то доделать начатое. Ну, вообще считаю, что нужно консолидироваться тут как-то всем вместе, и пускай человек, который подготовленный, профессионально идет, мы будем каждый его шаг освещать, вот как он туда дошел. А потому что иначе нельзя, потому что иначе и очень хорошо, что вокруг нас уже много готовых людей, которые готовы говорить и называть вещи своими именами. Вот я, например, как только начал называть вещи своими именами, так что-то и начало меняться. Вот. Предлагаю тебе это делать. И спасибо большое за то, что ты пришел сегодня в эфир. Не удалось нам, конечно, обсудить все вопросы, но я уверен, что это не последняя встреча. А я напоминаю, что темой нашей сегодняшней программы было «Общество и власть. Открытый диалог». И в гостях у нас был Евгений Левашов, исполнительный директор Национального фонда социальных инициатив, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Женя, спасибо большое. Спасибо, Кустя. Субтитры создавал DimaTorzok